С удовольствием вас. Вы обычно отмечаете праздник в небольших храмах, сельских городах. А сегодня почему-то шли в северной столице. Почему вы отошли от традиции, почему именно в этом соборе? Для меня это особый собор. Меня здесь крестили. Где-то месяца через полтора после рождения. Мы здесь недалеко жили. Ну, собственно говоря. А вы помните, хотя бы, какое-то вспоминание у вас есть? Что вы пропустили? Нет, ну что, конечно, нет. Мне было полтора месяца. Мама рассказывала, ну тоже немного, совсем немного. Рассказывала, что когда соседка меня принесла сюда крестить, отец у меня был членом КПСС, причем таким последовательным и строгим человеком, они это сделали как бы в тайне от него. Ну, во всяком случае, считалось, что в тайне. Вот когда принесли на крещение, то священник, который крестил, сказал, что вот сегодня день Архангела Михаила. И, кстати, говорит, и меня зовут тоже Михаилом. Если вы ребенку им еще не дали, то могли бы называть и Михаилом. Но мама сказала, что вот мы уже зарегистрировали в честь отца Владимир. И тоже мама сказала, что он такой добрый был, мягкий батюшка. Говорит, ну и слава Богу, и хорошо, это наше старинное русское имя. Показал икону здесь в храме князя Владимира, святого князя Владимира. Говорит, это будет ваша икона. Вот. А потом, уже гораздо позже, когда мои родители ушли из жизни, здесь отпевали маму сначала, а потом через год с небольшим и папу. Так что с этим храмом у меня многое связано. Вообще-таки в Рождество, в Новый год, все-таки принято загадывать желание. Какое желание, если не 4 лет, загадали вы? Ну, это же... Или, может, вы гадали. Это же такая вещь очень личная, поэтому я бы воздержался от этих соображений. А вот на что бы хотел обратить внимание, это на то, что это все-таки необычный храм. Мы здесь жили недалеко, буквально 5 минут пешком. Собственно, сразу после войны родители жили вот напротив, прямо напротив храма. А потом им дали, отцу дали комнату в коммуналке. Это переулок Басков называется. Басков переулок мы его называли, но, видимо, и сейчас так называют. Это буквально 3-5 минут ходьбы пешком. Так что мы с ребятами, с пацанами часто крутились. Я думаю, что привлекала и монументальность самого сооружения, самого храма. И, полагаю, вы со мной согласитесь, он красивый. А кроме этого, конечно, такая торжественная обстановка внутри. Он же и внутри очень солидно выглядит. Но кроме этого, если вы обратите внимание, что себя представляет забор. Это не просто забор. Это сооружение из дул пушек, из орудийных стволов, которые достались русской армии в одной из военных кампаний первой половины XIX века. Слава Богу, у нас с этими странами сейчас очень добрые отношения, и мы этим очень дорожим. Но все-таки в этом смысле храм, перед которым мы сейчас находимся, является живым хранителем нашей боевой традиции и русской боевой славы. С праздником вас, с Рождеством Христовым. А что бы вы хотя бы пожелали бы всей стране? Вы на Новый год желали честные выборы, а на Рождество? Давайте будем без политики сегодня. Я желаю счастья, здоровья и благополучия. Всего доброго, с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok